МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Большинство людей на планете верят в страшный суд и конец света. А каждый десятый ожидал быстрой смерти 21 декабря 2012 года. Страх перед апокалипсисом родился не на пустом месте. Гибель цивилизаций происходила уже не раз. Но никто не знает, в чём истинная причина трагедии. Возможно, любое общество сначала развивается, а потом деградирует? Почти как сегодня. Опустошаются недра земли, уничтожаются леса, загрязняется атмосфера. Всё превратилось в товар, продаётся и покупается. А может, причина в другом? Ведь существует гипотеза, что высокоразвитые инопланетные цивилизации воевали между собой за право господства на Земле. И именно воздействие их страшного оружия становилось причиной гибели наших предшественников. Легенды разных народов гласят, что сначала на нашей планете жили боги и их потомки. На смену им приходили атланты и лемурийцы, великаны и бореи. А сегодня современный человек считает себя хозяином Земли и называется царём природы. Сначала был Золотой век, когда боги спустились на Землю. Потом Серебряный, потом Бронзовый или Медный, и потом Железный. То есть мы видим деградацию человечества по сравнению с той линией, которая была посеяна другими цивилизациями или богами. При обобщении результатов археологических экспедиций и древних письменных источников, многие учёные делают вывод, что в далёком прошлом наша планета не раз была ареной военных действий с применением ядерного оружия. В Египте, в Турцию и ещё в ряде мест неоднократно и в большей части случайно, находили целые поля остекленевшего песка. То есть эти пространства остекленевшего песка, как правило, возникают при очень сильном нагреве сверху. То есть для того, чтобы песок потёк и превратился в стекло, нужна температура не менее полутора тысяч градусов. А значит, были времена, когда горела земля и плавились камни. Города превращались в песок. А на месте бывших государств образовывались пустыни. Если бы это, скажем, было бы падение метеорита или взрыв, там, молнии при ударе о грунт, то возникают аналогичные повреждения, но площадь их не более, значит, состоится максимум десятками квадратных метров, не более. Когда речь идёт о площадях в сотни квадратных метров, квадратные километры и в десятки квадратных километров, то речь может идти только об очень сильной энергии, которая обрушилась на поверхность Земли за очень короткий промежуток времени. Остекленевший песок сегодня можно встретить и на современных военных полигонах, где каких-то лет 50 назад испытывалось ядерное оружие. По крайней мере, сейчас мы знаем, что аналогом таких обширных оплавлений могут быть надземные ядерные взрывы, аналогами которых в настоящее время являются подобные следы на Симпалатинском полигоне, когда в 60-е годы испытывалось ядерное оружие, и аналогичные следы на полигонах Соединенных Штатов. Древнеиндийский город Махенджадара, процветавший более 3,5 тысяч лет назад, по одной из версий, стал жертвой ядерного взрыва. Археологи находят частицы оплавленных камней. Стены сооружений также сохранили следы воздействия сверхвысоких температур. Этот камень оплавлен и представлял собой как бы даже стекло, то есть это был жар. Эти города были уничтожены жаром, который превосходил обычный костер. Кроме того, в окрестностях Махенджадара был найден скелет с повышенным радиационным фоном. Его возраст около 3 тысяч лет. Норма радиационного фона в его костях была превышена в 50 раз. Показания аппаратуры установили, что действительно скелет найденного человека или существа, которое похоже на человека, был облучен. И уровень радиации не исчез за, казалось бы, такое количество лет. Сегодня уже мало кого удивляют животные-мутанты. Двухголовые змеи или кошки. Но почему-то, обращаясь к мифологии, где особое место отведено персонажам-мутантам, ученые-материалисты воспринимают их как сказочных персонажей. К примеру, циклопы, одноглазые монстры. Или кентавры, существа с головой и торсом человека на теле лошади. Или химеры, чудовище с головой и шеей льва туловищем козы и хвостом в виде змеи. Или двуглавые птицы. Они почему-то часто бывают с двумя головами. Например, то, что практически в природе не встречается. Это большая редкость, когда животное оказывается с двумя головами. Это как бы проблема, может быть, радиации, проблема мутации и так далее. Известно, что радиация приводит к отклонениям от нормы. И это проявляется различными уродствами, которые сегодня нередко встречаются у японцев, переживших американскую атомную бомбардировку. Возможно, что и неопознанные летающие объекты могут принадлежать потомкам наидревнейших цивилизаций, уцелевших в ядерных войнах в своих подземных убежищах. Сохранились какие-то люди, которые могли там жить, пить, раздражаться, но вылезти они не могли потому что измельствовать, радиационный фон, все бы изменилось. А когда они вылезли, мы увидели, что они уже никому нужны, что по земле бегают там орды конников, орущих, кричащих, а они со своими вертолетами и двумя самоходками, ну, что они будут делать-то? Ну, полетают там, испугают кого-нибудь, ну, и дальше что-то, и так уж испугаются. А плавленные камни и другие следы мощного термического воздействия обнаружены во всех пустынях. Совпадение или нет? Но именно в пустынях наблюдают многочисленные взлеты и приземления НЛО. Первый раз летающую тарелку я видел в 1966 году, 68, простите, 22 июля. Я шел со своей группой через Каракумы, а тогда мы двигались от плато Устюрт в сторону сопредельной территории, показывая, что мы мощные, там вот и так далее, и там подобное. А я шел впереди, я занимался разведкой путей, разведкой воды, потому что дальше шли механизированные колонны, которые надо было снабжать водой и прочее. Такие экспедиции врезаются в память на всю жизнь. Ее величество пустыня дико, красиво и до сумасшествия однообразно. Днем там можно умереть от обезвоживания, а ночью от переохлаждения. И вот без 20.12 мой зам говорит, Олегович, что это такое? Я вышел из палатки, мы увидели, как из-за барханов начинает очень неледко подниматься машина. Никаких сомнений в том, что эта машина у нас не было. Это был диск сиренево-серебряного цвета, который поднялся, причем поднялся тяжело и завис. Где-то за грани слуха было слышно, как работают какие-то механизмы. Поначалу члены экспедиции отнеслись к неизвестному летательному аппарату, как к детищу отечественных конструкторов, проводящих секретные эксперименты. Она поднялась и повисла, висела довольно тяжело. Потом на ее реборе зажегся сиреневый такой прожайтер, как проблесковый майк по цвету, и он начал шарить, как вот елочная игрушка, значит, шарил по нам. Прошло какое-то время, она стала менять угол атаки, потом развелся вот такой звук, как вот рвущаяся ткань. Хлопок озонного воздуха, теплого, горячего воздуха, запахом озона. И она очень быстро была сушной и превратилась в звездочку. Было уже 6 часов утра, то есть мы где-то 6 часов вот стояли и смотрели на нее. В 50-х, 60-х годах, наряду с испытанием атомных бомб и разработкой космических программ, Советский Союз создавал летательные аппараты с ферической формой. Их конструировали на Павлодарском тракторном заводе и испытывали на различных военных полигонах. Правда, во времена правления Никиты Хрущева летающие тарелки были сняты с производства. А программу постепенно свернули, поскольку Хрущев не считал их перспективным оружием. По его понятиям, стране нужны были баллистические ракеты. Этот факт повлиял на вывод, который спустя много лет сделает Сергей Зинкевич. Сегодня он убежден, что увиденная им в пустыне летающая тарелка принадлежала другой цивилизации. Но не инопланетной, а подземной, до сих пор существующей в глубинах нашей планеты. Я думаю, что летающая тарелка как раз вот родом из тех мест, которые были до нас, которые не будут с нами входить в соприкосновение, потому что мы разберем их и сделаем такой же. И они, кончится их самостийность, самоякость. Что касается жизни под землей, то по одной из версий она возможна. Там обнаружены озера, реки и даже моря. Поскольку мировой океан связан с подземным миром, то не исключено, что благодаря круговороту воды происходит пересечение разных биологических существ. А вот весь Восток верит в то, что земля полая. Весь Восток верит в то, что внутри земли светит внутреннее солнце. Что находится там земля синие уровни. Что там плещется желтый океан. В подземных пещерах, откуда на поверхность земли выходит тепло, уже обнаружены неизвестные ранее формы жизни. К примеру, амфибии, которые не нуждаются в свете. Предполагается, что они достигли высокого уровня развития. Но могут ли в подземных пещерах существовать люди, а точнее представители одной из ветвей человечества? Нам ведь нужно твердое доказательство того, что, ну, например, такого порядка, что эти подземные люди не выходят с нами на контакт? И почему они нам не жмут руки? Вроде бы они как вылетают на своих летающих тарелках. Советскими войсками Гитлер рассчитывал на помощь подземных союзников. Известно, что он ее не получил. Но значит ли это, что иных миров и других высокоразвитых существ на земле не существует? Параллельно в другом частотном диапазоне существуют в земной сфере. Параллельные нам это уже энергетические цивилизации, вибрационно-частотные. Но они с человеком могут контактировать по своему усмотрению, мы с ними можем контактировать, только если они этого хотят. Поэтому Земля многослойный пирог. Мы в самом плотном слое в человеческих телах. Сто лет назад Константин Эдуардович Циолковский предсказывал, что в будущем люди поменяются. Они станут существовать не в форме материального тела, а в виде энергетических полей. Поэтому не исключено, что подземная цивилизация ушла от нас далеко вперед и сегодня способна существовать как в материальном мире, так и в мире невидимом, параллельном. Они могут материализовываться, входить в плотное тело, в плотное состояние и могут выходить отсюда по своему желанию. Поэтому НЛО появляются и вдруг исчезают. Переход в другой диапазон, как в музыке, на другую октаву перешли. Дорами и фасоли и си. Еще одним доказательством существования подземных цивилизаций может служить тот факт, что летающие тарелки почти всегда появляются либо из-под воды, либо из-под земли. В любой момент человечество может подвергнуться атаке из космоса. Астероиды, метеориты, кометы могут в одночасье погубить жизнь на Земле. В 20 веке ученые обнаружили метеорит Икар, который стремительно приближался к нашей планете. Его же засекли лет за 35 до того, как он подойдет к Земле. И просто не знали, отнес он к Земле или проскочит мимо. А он же здоровый, у меня текар, он где 2 километра в диаметре. И посчитали, что если он попадет в Атлантику, то прибой на нашей цивилизации все в поймах рек сидят. Все наши города, все должно было снять. Понимая, что наша цивилизация не долговечна, а катастрофа скорее всего неминуема, сильнейшие на тот момент страны мира стали готовить подземные убежища. Стали готовить убежища, в которой должны были сохраниться лучшие представители государства, политбюро, ученые, медицинский персонал, техники, инженеры и прочее, прочее, прочее. В Америке был создан такой центр, был создан такой центр в горах, в среднеазиатских горах. Еще с древних времен подземные убежища создавали для себя монахи, купцы, бояре. Вся Москва в пределах Садового кольца изрыта тоннелями. Но в 20 веке спасительные бункеры для первых лиц государства и элиты общества строились по совершенно новым на тот период технологиям. Его любопытно сделали, пробурили скважину, взорвали, под подошвы атомный заряд, образовалась полость, которую чистили, 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 потом сделали штольню, и там создали город, который где-то полтора километра в диаметре, то есть большой город, намного в порт-лаке, вверх-вниз, там были машины, вертолеты, запасы питания, регенерация воды, регенерация воздуха, зимние сады, там в село. Могли ли подобные технологии существовать у древних цивилизаций? И неужели уже в те времена они строили подземные города? Мы привыкли судить о наших предках, как о малоразвитых и примитивных. Но некоторые находки позволяют сделать вывод о том, что в древности добывали уголь, пользовались электричеством, производили пластмассу и алюминий. Раскопали гробницу одного китайского генерала. И все бы хорошо, но каким-то образом рядом в гробницу положили небольшую шкатулку, которая была вся отделана узором из алюминия. Алюминий. За полторы тысячи лет назад спрашиваются, кто мог разработать такую технологию. Действительно, ведь алюминий начали производить лишь в 19 веке. А чего стоит другая находка? В Башкирии обнаружили каменную плиту, на которой изображена подробная карта местности. Этому каменному источнику информации 120 миллионов лет. Это полностью противоречит традиционным представлениям об истории человечества. На каменной карте видно, что в глубокой древности река Белая текла по другому руслу. Ее преграждали десятки созданных кем-то шлюзов. Но самое это интересное, что при всей этой географии, которым ученым удалось восстановить, на этой карте полностью отсутствуют дороги. То есть речь идет о том, что либо движение грузов, пассажиров, чего угодно, шла либо по рекам, либо по воздуху. То есть уже наземный транспорт этой культуры был не нужен. Тогда почему бы такой развитой цивилизации не построить подземные города с запасом продуктов и воды и не разместить там аппараты в виде тех же летающих тарелок? Подмосковье наши дни Пушкинский район река Серебрянка Местные жители не раз становились очевидцами того, как большие дискообразные аппараты бесшумно вылетали из-под воды. Вот и позапрошлые и прошлые и в этом году совсем недавно вот такие вот тарелки как будто одна на другую выпуклостью в стороны вот эти тарелки много видели но говорят что больше всего НЛО на нашем Учинском водохранилище над нашим водохранилищем Людмила несколько раз наблюдала странные объекты которые вылетают из-под земли а также внезапно падают с неба и после приземления пропадают то ли под землей то ли под водой они летают над этим водохранилищем да а после этого резко теряют высоту и скрываются в этом водохранилище в воде и говорят что якобы там какие-то подводные пещеры вот там у них тоже база понимаете если подземная ветвь наших предков существует то значит какие-то разрушительные катаклизмы заставили древних людей спрятаться в своих подземных городах по моим данным на земле в настоящее время существует около 60 свидетельств о том что наши далекие предки пользовались каким-то разрушительным оружием но кто спровоцировал эти войны в далеком прошлом могли ли это сделать боги посещавшие нашу планету если рассматривать вот историю богов ну не генеалогическое дерево богов а вот именно историю прилета появления богов на землю то самыми древними считаются змееподобные боги и отголоски вот почитания именно змеи богов мы видим везде это и атрибутика это и символы это и мудрость змея змееподобные боги или пришельцы расы драконов могли прилететь на землю по причине того что на их планете что-то произошло планета могла претерпеть катастрофические изменения или астероидная атака или какие-то вулканические явления и стала непригодной для жизни и вот земля оказалась той колыбелью на которую они прилетели не исключено что инопланетные пришельцы захотели оставить на земле потомков созданных по образу и подобию своей расы мы можем рассматривать этих богов как инопланетян богов пришельцев просто богов причем согласно легендам они жили рядом с людьми они помогали людям в развитии в саморазвитии именно боги научили людей земледелию научили культуре языкам письму сторонники теории палеоконтакта обратили внимание на то что какая-то часть древних текстов когда-то и кем-то переписывалась изменялась либо сокращалась поэтому некоторые события древности по их убеждению сегодня искажены в новых мифах в новой мифологии в более современной мы видим что боги воюют с драконами со змееподобными существами и вот в том числе Георгий Победоносец сражается с драконом но самое интересное в том что на самых первых изображениях Георгия Победоносца где-то в каких-то храмах Израиля мы видим не борьбу Георгия с змееподобным существом а мирное сосуществование непонятно также почему например из канонического текста Библии исчезла история Лилит первой жены Адама первой женой Адама была не Ева а была Лилит а Лилит имела змееподобный вид она была змеей женщиной или змееподобной женщиной то есть мы можем и здесь видеть отголоски того что прежние обитатели земли были змееподобны безусловно взгляды на произошедшие события и на прошлое в целом постоянно корректируются еще каких-то 25 лет назад советские историки называли Октябрьскую революцию 1917 года великой и справедливой ленин ленин провозглашался вождем мирового пролетариата и самым человечным человеком на земле а решения членов полетбюро не подвергались сомнению и были истинны в последней инстанции нынешний взгляд на эру социализма абсолютно другой на наших глазах история переписывается изменяется сокращается точно так же могли меняться легенды и мифы когда одни боги прилетали на смену другим а тексты соответственно корректировались в угоду древней политической обстановки когда одни инопланетные пришельцы вытесняли других происходили войны богов в результате которых согласно легендам и преданиям победили все-таки боги с красной кровью а боги с голубой кровью змееподобные боги во-первых отошли на задний план в почитании хотя в начале в более древних легендах и в более древних преданиях они очень сильно почитались со временем это почитание сошло на нет цвет крови пришельцев скорее всего зависел от химического состава тех планет откуда они были родом почему кровь у людей красного цвета потому что мы живем на планете где железо основополагающий элемент для нашего существования именно оксиды железа дают цвет красный поэтому кровь у нас красная по всей вероятности боги пришельцы красных кровей прилетели с планеты богатой железом к примеру с марса у богов с голубой кровью то есть у змеи подобных существ в организме преобладали ионы меди которые придают синеву а значит родная планета этих богов была насыщена медью вообще голубая кровь изначально встречается в животном мире у пауков скорпионов определенного вида моллюсков а также например у спрута у шумеров австралийских аборигенов индусов и майя в изобразительном искусстве змеи и драконы являются основными героями у ацтеков главным божеством был пернатый змей изображение пернатого змея есть и на масках египетских фараонов по мнению ряда исследователей подобная раскраска подчеркивает их внеземное происхождение допустим в китайских легендах создателями первых людей человечества были китайские боги фуси и нюйва внешний вид у них так же как у кецалькатля который считался и изображался пернатым змеем китайские боги нюйва и фуси также выглядели змееподобными ну или драконоподобными и даже у них были маленькие рожки считается что боги первого поколения то есть змеевидные боги с голубой кровью были прекрасными генными инженерами ученый генетик Николай Вавилов доказал что дикая пшеница не является прародительницей той пшеницы которую мы едим сегодня то есть семена зерновых каким-то чудесным образом попали в руки древних земледельцев а значит есть основания полагать что злаковые культуры привезены на землю инопланетными пришельцами у них была однозначно генная инженерия вооружения космические корабли и всевозможные достижения науки которых наша цивилизация еще пока не достигла для того чтобы существовать на земле боги создали жизненно важную инфраструктуру они модифицировали не только дикую пшеницу но и кукурузу овес рис то есть они дарили людям эту возможность земледелия всяких культурных растений которые оказали большое влияние на развитие человечества в целом все это боги голубых кровей создавали на основе ионов меди которые участвуют в процессах фотосинтеза а также углеводного и белкового обмена именно благодаря меди в растениях образуется аскорбиновая кислота и каротин медь как химический элемент не может быть заменена ничем другим на самом деле в организме медь есть у каждого человека примерно ее содержится 80 грамм медь содержится во всех тканях органов человека но больше всего в таких органах как печень почки кровь и головной мозг судя по древним текстам когда на земле правили боги голубых кровей люди жили в празднестве постоянно пели и плясали некоторые племена и народности до сих пор сохраняют эту древнюю традицию был золотой век то есть люди жили и ничего не делали но потом боги на них но в мифах древней греции как бы они просто уничтожили этих первых людей в библии бог просто выгнал людей заставил их заниматься в пути труда и добывать свой хлеб означает ли это что новым богам красных кровей нужны были не праздные люди а послушные работники которые бы безроботно кормили поили и почитали своих богов вот существует такая библейская версия что человек был создан по образу и подобию но для того чтобы быть садовником в райском саду садовник это широкое понятие садовник и пшеницу должен выращивать тоже и понятие такое что это рабы божьи в прямом смысле рабы это люди которые должны обеспечивать жизнеобеспечение своих хозяев то есть должны служить и вот человек такой работник на земле для начала богам красных кровей надо было изгнать с земли богов голубых кровей и уничтожить уже существующую цивилизацию скорее всего надо полагать что последнее поколение богов которое прилетело на землю оно имело в своих жилах не голубую кровь а красную кровь на основе гемоглобина на основе ионов железа и вот здесь также получается очень много разных нюансов которые говорят о том что были созданы новые люди так было и написано в пятую мировую эпоху богами ацтеков были созданы новые люди но прежде между богами разных кровей произошла какая-то страшная битва с гигантскими взрывами которые были ярче солнца отец атомной бомбы американский физик Роберт Оппенгеймер после первого удачного испытания своего детища произнес на санскрите загадочный стих из одного священного древнеиндийского трактата вот произнес такой стих который я могу вот зачитать даже на на санскрите как он звучит Диви Сурья Сахас Расья Бхавет Югопад Утхита Яда Бхас Адриши Сасьят Бхас Астасия Махат Монах Значит это следующее Если тысячи солнц встанут одновременно взойдут на небо то их свет будет подобен сиянию этого великого существа Сегодня наша цивилизация уже достигла уровня богов прародителей На земле скопилось столько ядерного вооружения что снова можно стереть все с лица земли То есть история в любую секунду может повториться Кроме того возомнив себя богами люди ради коммерческой выгоды загрязняют окружающую среду модифицируют растения и животных а по сути уничтожают все живое на земле 200 лет назад в мужской хромосоме насчитывалось около 200 генов на сей день их насчитывают от 50 до 80 дрейф вымывания генов геноматериала из генома человека на наших глазах происходят по экспоненте то есть в геометрической прогрессии современные биотехнологии и химическая промышленность создали новые продукты питания они порождают тяжелые заболевания и нередко ведут к бесплодию неправильная пища гмо пища и прочие 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 изменения экологические изменения поэтому человечество деградирует очень быстро наши потомки все более слабыми являются менее жизнеспособными вообще перестают размножаться по разным причинам поэтому назревает тот самый конец света когда прежние формы жизни уже не смогут продолжать свое существование облик планеты уже поменялся в худшую сторону а количество техногенных и природных катастроф стремительно нарастает ослабевает магнитное поле земли и может вообще исчезнуть птицы и животные уже сегодня теряют ориентиры путают места зимовок и массово гибнут потоки космической энергии меняют геометрию пространства и возможно поэтому возникла гипотеза что 21 декабря 2012 года произойдет квантовый скачок то есть земля перейдет с одного уровня энергетических вибраций привычных для людей на другой более высокий уровень который смертелен все говорят что квантовый скачок будет именно вот 21 декабря ничего подобного у него параметр вот этого скачка он длиннее намного он где-то растянется на 3-5-7 лет не больше ну вот вот именно вот в этот период поэтому цифра 21 декабря я бы не сказал что она именно вот точно обозначена но все равно будет меняться плавать возможно квантовый скачок земли не произошел в указанные сроки по причине того что многие контактеры и их сподвижники активно пытались не допустить всеобщей трагедии к примеру Алексей и Дмитрий по собственной инициативе летом 2012 года поехали на Алтай чтобы активировать там места силы мы туда ехали чтобы сгармонизировать этот квантовый скачок потому что когда ты выходишь на эти уровни сознания на более как бы высокие вибрации ты начнешь чувствовать они так дают такие очень сильные возмущения очень волновые возмущения и не каждый люди могут это как бы выдерживать вот эти вот потоки энергии но что самое интересное что активировать эти места сил можно только с помощью тех духов которые там проживают то есть именно их надо просить чтобы они сгармонизировали пространство суть этой экспедиции заключалась еще и в том что надо было разбудить светлые силы параллельных миров именно в этом регионе когда силы светлых ослабевают и темные поднимают свою голову как ночью как у нас вот что ночью вся основная нечисть ну нечистые дела творятся так и тут и вот у нас сейчас вот это время это время выхода планеты из планетарной ночи то есть сейчас как бы утренние сумерки получаются вот и когда была ночь темные воспользовались этим перекрыли колодцы силы которые на земле перекрыли столбы которые из космоса есть то есть чтобы люди были как можно дольше во сне не только люди но и светлые чтобы не могли проснуться не могли прогнать Алексею и Дмитрию удалось разбудить светлые силы с помощью лесных духов и манипуляций известных только им самим что самое интересное когда мы проделали все эти манипуляции то активировались некие планетарные вибрации пошли то есть было видно что подключается некая планетарная энергия то есть там были интересные фотографии интересная частота воздуха интересные вибрации облака как-то странно устраивались такое ощущение что были на небе какие-то знаки то это в виде креста то это в виде какого-то лица в общем происходило это сплошь и рядом когда возвращались домой Алексей и Дмитрий столкнулись с другими мистическими событиями то ли перезарядились побывав на Алтае то есть уровень нашей энергии был высокий чтобы мы могли это увидеть либо нас просто для получения опыта ну или хотя и то и другое нам показали это дело в том что ночью они заехали на очередную заправку перед ними в кассу стояла вроде бы обычная семья но оказалось что это не так ну это были черти как вот в сказках если вы видели то есть женщина два мужчины дети они поворачиваются у них вот худощавое такое лицо горящие красным глаза чуть ли не остренькие ушки ну это опять же словами трудно описать разнообразие жизненных форм в параллельных мирах с которыми столкнулись на Алтае участники этой мистической экспедиции впечатлило у нас на земле живут много сущностей разных и многие из них живут в физическом теле ну в физическом теле некоторые даже без физического тела но они настолько сильны телепатически что они тебе могут спроецировать любое изображение и ты будешь думать что ты общаешься с обычным человеком сегодня официальная наука утверждает что нечистая сила черти бесы полтергейст это по меньшей мере выдумки нездоровых людей а вот независимые исследователи думают иначе они считают что современный научный мир попросту не в состоянии объяснить природу аномальных явлений то обо что спотыкались многие поколения ученых ну и из нежелания терять свой авторитет в большинстве случаев стыдливо умалчивали ну я прекрасно понимаю насколько стыдно признаться в том что ты не знаешь как объяснить происходящее в разные времена выдающиеся мыслители утверждающие что наш мир многомерен становились изгоями общества в 16 веке католическая церковь осудила и приговорила к сожжению на костре Джордана Бруно который заявлял о бесконечности вселенной и множественности миров Бруно Бруно также отстаивал идею переселения душ он считал что душа может перемещаться из одного тела в другое а также способна путешествовать в любых параллельных мирах там в другом измерении естественно вполне может существовать какая-то жизнь может быть даже и очень сильно похожая на нашу может быть это и мы сами только существующие в параллельных с нами измерениях такого же мнения придерживается и другой ученый Михаил Бородачев прихожу сейчас к очень ясному твердому убеждению что все в этом мире взаимосвязано мы продолжение более высоких цивилизаций и они заинтересованы в своем плотном существовании через посредством человека и они будут делать все чтобы человек был здоров и счастлив Михаил Бородачев однажды встретился с необычными полупрозрачными существами у меня был контакт у самого в 1984 году с двумя такими вот высокими серебристых оболочках которые распластали меня в один слой потом снова собрали в ту пору Михаил молодой ученый пытался постичь в чем же суть окружающего мира но явившиеся к нему большие полупрозрачные существа подробно объяснили что вначале надо постичь самого себя а уже потом окружающий мир Михаил увидел себя со стороны разобранным на молекулы и атомы а потом эти большие существа начали переставлять его частицы как детские кубики мое сознание опустилось на атомный мир и я увидел атомы как они живут что это такое вообще атом мне было удивительно это как Нильс и гуси Нильс оказался стаи гусей и у атомов есть свой уровень сознания очень примитивный но они тоже можно сказать обладают тем что мы можем говорить о сознании но у человека это совершенно другая категория другой квантовый уровень сознательности и вот сейчас человечество готово к тому чтобы перейти еще на один более высокий квантовый уровень сознания и под этот новый квантовый уровень возможно что будет изменение наших тел Михаил уже переживал квантовый скачок то есть увидел другую реальность услышал голоса из космоса и уровень его сознания вышел за пределы существующего научного представления о вселенной и с этого времени у меня открылись какие-то сверх возможности потому что переформатирование произошло из обычного человека что-то еще активизировалось по словам ученого во вселенной существуют высокоразвитые цивилизации которые делают все возможное чтобы конец света на земле не наступил поскольку он негативно повлияет на судьбу всех видимых и невидимых миров нашей вселенной в этом заинтересованы высшие цивилизации которые нас опекают потому что им жизненно важно сохранить человечество и обновить человечество чтобы самим остаться на этой планете в тех жизненных формах которые здесь существуют то есть опять возвращаемся к тому что они это и есть мы а мы это и есть они и все же на протяжении всей истории периодически возникают мистические даты и люди готовятся к очередному концу света возможно эта страшилка имеет коммерческий интерес или генетическая память пытается предостеречь нас ведь никто не знает в чем была истинная причина тех далеких трагедий и гибели древних цивилизаций есть только интуитивное ощущение что в любую минуту человечество тоже может соскользнуть в губительную пропасть в губительную